Вообще их мыли, животники их мыли, когда их ловили, их мыли, от блох отмывали, от всего обрабатывали веществами, чтобы собакам отдавали всякие противоглисты и всё. То есть животных подготавливали к такой чистой жизни. Их вот здесь в животниках, в колтушах именно, их готовили к экспериментам. Потом часть собак забирали в город, там целая лаборатория работала на собаках, а готовили, конечно, их здесь. Я не думаю, что их так уж часто мыли, приводили, они тут стояли, ожидали, даже вот после, их даже не обязательно в этот день в опыт брали, а просто приводили, они стояли, и вот это должно было быть, всё-таки это условные рефлексы, и это должно быть вот именно, что их приводят, их берут, а там уж ставят, опыт не ставят, это уже другой разговор. Но обязательно их приводить, обязательно ставить, и даже тут многие камеры, вот может быть в одной камере работали, а в остальные камеры просто вот как я, Жека приводили и ставили, чтобы у них остался вот этот рефлекс. То есть вскочить на стол, встать, как стоит, там такие станки специальные были, встать в этот станок, его так привязывали там, и он должен был спокойно стоять. Не обязательно, что опыты ставят. Поэтому камер так много, не потому, что прям тут вот работала целая бригада учёных, а именно для того, чтобы у собаки не исчезал вот этот рефлекс повышенного к ней внимания, чтобы её это не трогало, что-то меня не брали 10 дней, а тут вдруг взяли, господи, что ж такое. А именно, чтобы она знала, её возьмут, а там уж работать, не работать. Никто из них не лаял, никто. Вот сколько я знаю собак, я никогда вот во время опыта не слышала лая, и намордников не было. То есть они были именно вот хорошо приученные. Может быть, в первое время они там и лаяли, и крутились, и всё. А потом, что ж лаять-то, если к тебе хорошо относятся люди, которые за тобой ухаживают, собака их знала. То есть за каждой собакой свой человек ухаживал, свой ходил, её гуляла она. Поэтому собака не будет ведь зря лаять. Нет, опыт уже вёл научный сотрудник. А ухаживал, приводил, стойку ставил, конечно, лаборанту. И даже если надо помыть, и мыли лаборанты. То есть я думаю, что при каждой собаке был свой лаборант. Я не знаю, в операционной там же не стояла, она там же клали собаку как-то на стол, усыпляли, потом клали, потому что фистулу-то надо же лёжи делать. То есть там надо было и подстричь шерсть, и там это всё, её там помазать. Не то, что разрезал, поставил, через край зашил, и всё нет. Вот особые швы были. Очень много этих стоечек было. То есть я думаю, что там, может быть, и 10 собак приводили, и 20. И они должны были там приучаться стоять, не реагировать друг на друга. Знаете, как милицейских собак кошку водят, и она не должна реагировать на неё. Самое главное, чтобы собака чувствовала себя комфортно. Тогда она и работать будет нормально. Тогда и все данные будут статистически, как говорится, одинаковые. Просто называем ожидалка, потому что приводили, и собаки ждали. Возьмут их, когда их возьмут в опыт, как поведут. Просто так это вот назывался ожидалка. Да, это как такой тренировочный полигон. На ночь их не оставляли, потому что их кормили в животных. То есть они вот тут отработали, и их уже повели. Они уже там поели, отдыхают. Поэтому да, это не ожидалка. Это скорее тренировочная база. Собаке было своё место, чтобы она себя тоже более комфортно чувствовала. Что в её, да, что в её ячейку уже никого чужого не приведут. Там уже чужим не пахнет. Она уже, может быть, её вели вот через чёрный вход, и она уже бежала именно в свою ячейку. Знала, это моё место. Что каждая собачка знала свой станок и тоже чувствовала себя комфортно. Там же было много собак, и там лаборанты со своими гуляли собаками. Никогда особенно вот там шума не было. Всегда как-то собачки бегали, друг с другом общались. Ну, они уже знали друг друга, конечно, нюхали, и шума не было. Приучали меня к бесшумному состоянию. Мы могли полаять там. Кошка мимо пробежала, могли облавить, а так нет. Здесь всё было, вот, скажем так, не столько для людей, сколько для животных. И вот эти узенькие стоечки, и вот это вот нехождение через ту дверь, через которую ходит собака, потому что она воспринимает себя, наверное, тоже уже как, вот это моя дверь, это моя дорожка. И человек, может быть, ей не нравилось, что лишний раз человек ходил там, где она ходит. Поэтому здесь очень как-то всё в здании, очень как-то чутко всё расположено.